Местные жители зафиксировали на камеру мобильного телефона, как КАМАЗ пытался засыпать образовавшуюся позади дома яму, которой, как уверяют жильцы, здесь быть не должно. Раньше здесь была маленькая дорожка, трава и деревья. Сейчас же огромная яма. Как уверяют люди, управляющая компания без согласования с ними буквально влезла в эту зеленую зону, которую собственники так кропотливо облагораживали. У нас росли деревья. Они просто приехали, выкопали. По корням видно, насколько они многолетние были. Сколько лет назад их посадили. Мы здесь постоянно проводили субботники каждый год сами, силами жильцов. Это же самое настоящее, я считаю, безобразие. Мы против и очень даже расстроены. Я думаю, что всем домом мы будем до конца идти, но ни за что не позволим, чтобы здесь была автомобильная парковка. Мы застроили полностью, без нашего согласия, без нашего ведома, не спросясь ничего, делают парковку около дома, а детям гулять негде. Вот эта вот вся зеленая зона, это придомовая территория. То бишь принадлежит она именно жильцам этого самого дома, у которых есть документы на квартиру. Именно они платят за нее и облагораживают. Местные жители просто возмущены поведением управляющей компании. Они не могут понять, почему та без согласования с ними и без их разрешения влезла на эту самую территорию и разрушила ее. Представители управляющей компании уклонились сегодня от встречи с нашей съемочной группой. Однако по телефону объяснили. Жители сами настаивали на увеличении парковочных мест. Поэтому было принято такое решение. Но даже в таком случае остается открытым вопрос, почему управляющая компания задействовала придомовую территорию, которая принадлежит собственникам, без согласования с ними. Артем Логвинов, Андрей Габсадаров, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова